Хотя по допомогу до керовника в области звернулись физичные особы, их пытания носили не столький особистый характер, кольки закранали интересы широкого кола громадскости. Так, старшиня Брестского кооператива «Задворск» Зоя Козловская звернулася до Анатолия Лисов с просьбой пустить у старые задворцы автобусный маршрут номер 24. Жанчина отзначает, за минулый год их микрорайон значно переутворился. Проведена канализация за асфальтованной дороги, сделано новое осветление, а вот громадского транспорта нет. На данный момент очень такой больной вопрос – это транспорт. А у нас детки уже подрастают новое поколение и много уже пожилых людей, у которых, конечно, достаток пенсии не настолько позволяют заказывать там такси частные. Анатолий Лис погодился, коли людям транспорт потребен и он повинен ходить. А вот по яким маршруте и за каким интервалом часу это необходимо выучить. Эти маршруты и должны не меняться, потому что строятся новые микрорайоны, где-то людей больше, где-то благоустройство проводим. Поэтому это правильно. Они не должны быть заскоруслые. Вот 20 лет назад и он ходит постоянно. Да, есть уже традиционно сложившиеся, а при новых обстоятельствах где-то больше людей. Свой транспорт имеют и так далее. Поэтому надо посмотреть, надо по загрузке. Я говорю, самое главное – это по загрузке смотреть, ну и, естественно, безопасно. Чтобы там можно было обеспечить безопасность. Кировник в области даручил старшинник Арвы Конкам Александру Рогачуку пропрацовать выражение питания. Зоя Козловская в инком приеме засталася задоволена. Проанализирует загруженность этих маршрутов. Ну и маршрутное такси еще там планируется, шестое, там какое там одиннадцатка, может двоечку. Вот. И тогда этот вопрос будет решен положительно. У Жихаров и Оскера-Дванич и Брестского района так само питание коллективное. Я не звернулися с просьбой оказать допомогу у оформлении правоустанавливающих документов на газопровод, які правяли за уластный кошт. Пытание потребует додаткового деталевого вовучения. Тому Анатолий Лис взял его на особистый контроль. Скористалися мягчимостью трапить на прием до кировника в области не только Жихары Бреста и Брестского района. Так Жихар Иванова поделился с Анатолием Лисом думкой на конт установки у его рода депомника Лабору. Так называли коренных Жихаров Ивановщины, які избирали гроши на будовництво храмов. Сергей Федорук лишить, что памятный знак Лабору не зусім отповедает в образу Ивановца. Скульптурная композиция, до речи Пакуль, иснует только у эскизах. И, як отзначил кировник в области Анатолий Лис, кончатковое решение об его установке будет принято только после того, как пройдет громадское обмеркование. Людмила Салзина, Роман Филютич, телерадио компания Брест.